Мы сегодня говорим про то, что если у вас скрытый талант, его нужно найти и развивать в любом возрасте. Причем психологи говорят, что нет определенного возраста, в каком он должен наступить, этот талант. Проявиться. Проявиться, да. Потому что и в 30, и в 40 таланты проявляются. Как у писателей, когда они становятся известными, да, то есть начинают постепенно понимать, что у них это хорошо получается. А теперь у нас очередная гостья. Солистка. Девочка талантливейшая, молодец. Ну, давай так, уточним. Солистка образцового ансамбля современной детской песни. Есть такой, он называется «Звездный дождь». Алиса Лосева. На прямой связи со студией Алиса. Алиса, доброе утро. Так. Доброе утро. О, как настроение? Отлично. Расскажи, Алиса, как ты поняла, что петь это твой талант? Когда ты это поняла, осознала это? У меня очень много где в садике брали петь, там на конкурсы всякие, на концерты постоянно ставили, номера вот такие. И мы с мамой поняли, что когда я пойду в школу, нужно идти на вокал. Вот. И пошли. А, то есть вы сами подошли к родителям, сказали родители. Мне кажется, что я прекрасно пою. Записывайте меня на курсы. Как это было? Ну, вообще, мне мама сказала, там, можно на вокал пойдем, у тебя вроде бы хорошо получается. Я такая, давай. Вот, и мы пошли. Алиса, а если бы, например, мама сказала, нет, мне кажется, что тебе лучше все-таки вот рисование. И вообще для девочки лучше танцы. Вот как бы тогда? Как думаешь? Ну, вообще-то я всем занималась, и я бы все равно пошла на вокал вот когда-нибудь. А, да. И с танцами тоже все нормально, да? Да. Да. Вам 12 лет уже, да? Сколько вы лет уже занимаетесь так профессионально? Профессионально я занимаюсь лет уже шесть. Шесть лет? Угу. Ну, а ты думаешь, что? А какие тогда перспективы? Прямо нацеливаемся за то, чтобы стать эстрадным певцом? То есть дальше пойти куда-то? Ну, я вообще сейчас планирую, когда вырасту, стать актрисой. Я хочу пойти в актерское. Но это тоже все нужно для того, чтобы туда поступить. Угу. Там вокал тоже одна дисциплин, кстати, да, в актерском. Ну да. Ну что ж, я предлагаю тогда заняться тем, ради чего мы связались с вами. Что у вас лучше всего получается. Да-да-да. Мы хотели послушать, как вы поете, Алиса. Вот. Немного акапельно, так скажем. Есть такая возможность. Просим вас спеть. Какой-нибудь отрывочек такой яркий. Да. Ты опять далеко, я не знаю ты где. Я доверяла тебе. Почти тихо плывет, как ты тихо за ним. Я уплываюсь с ним. Тикает счастье. Алисочка! Но не тратить меня. Спасибо большое. К сожалению, эфирное время не можем предоставить больше. У нас тут все очень строго. Сцена тебя ждет. Покоряй, покоряй всех. Всю страну покоряй своим голосом. Последний вопрос. Алис, скажи, пожалуйста, а кто должен находить таланты? Это сам ребенок их должен проявить, сказать, я это хочу, это, это? Или все-таки родители должны? Помогать в этом. Да, помогать. Ну, родители должны помогать, а ребенок... Видимо, тоже не плашать. Ага. Как говорится. А вот тут и звук пропал, самое интересное. Родители должны помогать, а ребенок должен... И начала говорить. Да, да, да. Родители надо звук убирать. А родители выключили звук. Алина Лосева, большое спасибо. Алиса Лосева. Алиса, Алиса Лосева. Столистка образцового ансамбля современной детской песни «Звездный дождь». Алис, большое тебе спасибо, хорошего дня. Да, давай, покоряй все вершины. Пока-пока. Пока-пока.